духовный мир реален вас узнают в духовном мире мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова познания друзья сделайте так чтобы вас знал духовный мир это второй подкаст на тему как видеть духовный мир живя здесь на земле в наше время как ранее я писал чтобы видеть духовный мир нужно стать частью этого мира то есть родиться свыше нужно быть рожденным от бога духовный мир реален и вполне можно жить так чтобы тебя знал то есть тебя знали в духовном мире почему это важно что когда человек пытается молиться или что-либо делать например заниматься служением исцелений или освобождений это касается и молитвенной жизни ходатайственной молитвы то во первых у него может не получаться во вторых он может получить отдачу из духовного мира почему потому что он не рожден свыше и не имеет не исполнен духа святого его не знают духовном мире в то же время если человек пришел к богу с верой в иисуса христа бог принимает его прощает грехи и очищает от всякой неправды в это же время исполняет его духом святым человек как написано в библии рождается свыше он становится дитё божьим исполненным духом святым а именно теперь его знает духовный мир и его жители почему так давайте дальше посмотрим что говорит на эту тему библия теперь исполненный духа святого он может как вести успешные молитвы с результатом также молиться за исцеление освобождение потому что все это делает дух святой откройте для себя настоящий духовный мир и как прожить жизнь известную богу в этом подкасте мы исследуем концепцию рождения свыше и реальность духовного мира присоединяйтесь к нам для проницательных проповедей истории о встречах с богом и силы веры в иисуса христа подпишитесь сейчас чтобы получить больше удивительного контента о духовном росте и освобождении в духовном мире открытие реальности духовного мира жизнь где вас знают духи во время пребывания ополоса в коринфе откроем книгу деяния девятнадцатая глава если вырвать стих из контекста из всей главы то будет очень непонятно но конечно вы сами прочитаете полностью эту главу чтобы понять что там происходило а мы посмотрим вкратце девятнадцатая глава во время пребывания ополоса в коринфе павел пройдя верхние страны прибыл в эфес и найдя там некоторых учеников сказал им приняли ли вы святого духа уверовал они же сказали ему мы даже и не слыхали если дух святый он сказал им во что же вы крестились они отвечали в во иоанново крещение эта книга деяния девятнадцатая глава стих с 1 по 3 здесь все происходит и начинается со слов павла приняли ли вы святого духа уверовал услышав это они крестились во имя господа иисуса и когда павел возложил на них руки не шел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было он человек около двенадцати эта книга деяния девятнадцатая глава стихи с 5 по 7 свою очередь я и я вам задаю вопрос вы приняли ли духа святого уверовал если да поставьте лайк проповедь евангелия чудеса исцеление освобождение духовный мир реален в в это время много проповедовали и стих 10 это продолжалось до двух лет так что все жители асии слышали проповедь о господи иисусе как иудеи так и эллины бог же творил немало чудес руками павла так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них это книга деяния девятнадцатая глава стихи с 10 по 12 была проповедь евангелия чудеса исцеление освобождение и в это время стихи стихи из 13 даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя господа иисуса говоря заклинаем вас иисусом которого павел проповедует это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника скевы но злой дух сказал в ответ иисуса знаю и павел мне известен а вы кто и бросился на них человек в котором был злой дух и одолевых взял над ними такую силу что они многие и избитые выбежали из того дома это сделалось известно всем живущим всем живущим в эфесе иудеям и эллина и напал на них страх на всех их и величайно было имя господа иисуса эта книга деяния девятнадцатая глава стихи с 13 по 17 и вот еще некоторые скитающиеся заклинатели смотрите они тоже имели такую практику что с ними разговаривал нечистый дух возможно могут говорить нечистые духи как видим да даже с людьми которые не родились от бога свыше рожденные от бога ориентируясь в реальных в реальностях духовного мира но разница между рожденным и не рожденным от бога стих 13 некоторые из китайскихся иудейские заклинатели стали употреблять над имеющими злых духов имя господа иисуса говоря заклинаем вас иисусом которого павел проповедует стали употреблять для освобождения имена иисуса христа и павла но злой дух ответил на это но злой дух сказал в ответ иисуса знаю и павел неизвестен а вы кто злой дух ответил этим сынам иудейского первосвященника скевы во первых он знает иисуса христа во вторых и павел ему известен в третьих этих скитающихся заклинателей злой дух не знал здесь все говорит что знал или не знал господа иисуса христа злые духи знали конечно ведь он бог а павла откуда он им известен он же не бог да он человек который пришел к богу с верой в иисуса христа духовный мир реален и видим друзья господа он как первые апостолы уже не видел лично то есть он уже один из тех кто пришел после воскресения господа и уже как мы люди современного мира исполняемся духом святым через веру в иисуса христа от бога отца об этом говорит вся 19 глава об исполнении духа святого каждый кто исполнил духа святого теперь известен в духовном мире так как не сам человек теперь живет в нем дух святой бог создатель а если человек живет живет и применяет дары духа святого для жизни и служения известен по имени даже в духовном мире и в наше современное время буквально знание это подчинение злых духов не знание это сопротивление и вполне возможно активное сопротивление злого духа как в нашем примере и бросился на них человек в котором был злой дух и одолев их взял над ними такую силу что они ноги и избитые выбежали из того дома так что друзья чтобы нас знали в духовном мире во первых нужно быть исполненным от бога духом святым и очень важно служить друзья быть служителем на божьей ниве служитель церкви если читаем 19 главу книги деяния то здесь много говорится о проповеди евангелия учения об иисусе христе крещениях исцелениях и так далее если хотите чтобы вас знал духовный мир нужно быть не только верующим но быть активным служителем той церкви общины которую вы посещаете ведь если время и ведь и современная церковь продолжает дело и служение иисуса христа время гаджеты меняются но служение для церкви не меняется а вы участвуете в каком-либо служении вашей общине если да поставьте лайк как человеку получить духа святого без веры в иисуса христа всем нам известная история про симона волхва откроем книгу деяния глава 8 стихи 16 по 20 ибо он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя господа иисуса тогда возложили на них руки и они приняли духа святого симон же увидев что через возложение рук апостольских подается дух святый принес им деньги говоря дайте мне власть сию чтобы тот на кого я возложу руки получал духа святого но петр сказал ему серебро твое добудет погибель твою с тобою потому что ты помыслил дар дар божий получить за деньги это книга деяния 8 глава стихи 16 по 20 ну друзья мои получить духа святого как только не через веру в иисуса христа невозможно знать и не знать это значит есть результат служения молитвы или нет при том симон видел что делает дух святой и что он передается через возложение рук но кроме того захотел также иметь обойти веру в иисуса христа духа святого принять по своему разумению и для личного пользования на что петр ему ответил серебро твое добудет погибель твою потому что ты помыслил дар божий получить за деньги друзья получить духа святого второе рождение рождение свыше невозможно никаким другим путем как только как только бога и вера в иисуса христа духовный мир реален и чтобы нас знали там самое первое дорога и основание это вера в иисуса христа а дальше жизнь и служение в теле христовом церкви его продолжая дело и служение господа на земле принятие духа открытие реальности царства божьего одна дорога есть только одна дорога и один путь откроем евангелие от юана 10 глава стихи с 1 по 4 истинно истинно говорю вам кто не дверью входит во двор общий но перелазит индия тут вор и разбойник а входящий дверью есть пастырь овца ему предверник отворяет и овцы слушаются голоса его и он зовет своих овец по имени и выводит их и когда выведет своих овец идет перед ними а овцы за ним идут потому что знают голос его это евангелие от иоанна 10 глава стихи с 1 по 4 вход в духовный мир рождение свыше есть только один будем мы иметь власть или нет будут нас там знать или нет есть только один путь это иисус христос само собой разумеется что все кто пришел через веру в иисуса христа того будут знать и слушать исцеление освобождение пророчества и так далее тот будет видеть царство божие на земле дела бога отца иисуса христа и духа святого все другие пути и духовный мир будут заканчиваться только одним их там не будут знать и слушать и такому человеку просто невозможно увидеть царство божие и дела бога отца иисуса христа и духа святого как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит библия о духовном мире злого духа и какая дорога к рождению свыше более того мы еще много будем говорить на тему освобождение духовном мире и конечно это наиважное это бог это про бога иисуса христа духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире с вашего разрешения сейчас я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова аминь